Есть ли альтернативы стартап виза? До 2012 года были и существовало три класса бизнес-программ на ПМЖ в Канаде. Мы активно работали с ними, все было в принципе понятно и достаточно жестко распределено между классами пассивных и активных инвесторов. Инвестор-класс был пассивным, люди вкладывали деньги на пять лет, правительство распоряжалось ими, точнее не распоряжалось, и возвращало через пять лет, люди получали статус. Схема была использована очень агрессивно с точки зрения выходцев из Гонконга, Китая, если вы помните период конца 90-х, когда пошел массовый отток людей и ввиду присоединения Гонконга к Китаю. И она приобрела достаточно негативный, скажем так, статус и правительство закрыло. Я всегда шучу, что в Канаде, не знаю, как в других странах, но решение проблемы головной боли в Канаде часто с точки зрения правительства решается гильотиной. То есть нет головы, нет головной боли. Но, к сожалению, это так. Поэтому они закрыли программу, не умея работать с ней. И следующая программа была на очереди, entrepreneur-программ. Она была немножко негативная. Каждый из вас, надеюсь, участники, имеет опыт бизнес-развития. Представьте себе, оказавшись совершенно в новой среде, вы становитесь перед выбором, когда вам нужно доказать за очень сжатый срок, что вы не только подняли бизнес, но и развили его. Естественно, это тяжело. И многие испытывали стресс, потери. И, естественно, это тоже складывалось негативно на общем впечатлении. Так считало правительство страны. Но, опять же, по тому же принципу гильотины, они отрезали голову, то есть закрыли программу и решили, что не надо связываться с этим. Self-employed программа активно работает. Я выпустил несколько видео в том году, рассказывая о том, кого мы везем по программе Self-employed и кому мы предлагаем программу Start-up Visa, например. Что это означает Self-employed? Self-employed класс действует для деятелей культуры, спорта, но мирового уровня или, как мы говорим, национального уровня с подтвержденными источниками доходов от своей предпринимательской деятельности. Ну, по словам предпринимательская деятельность в данном случае имеется, допустим, у нас есть выходцы и из России, и СНГ активно, то есть люди, которые, если мы говорим о спорте, то, естественно, мы не можем назвать имена, но это хоккеисты, это атлеты разных программ, направлений, тренера, поддерживающих персонал в спорте, которые вышли на уровень национальный, ну, иногда можно подтянуть и региональный уровень спортивных достижений, но это участники на уровне федерации национальных, очень интересные ребята, и действительно с каждым из них интересно работать. Я люблю этот класс, потому что действительно уникальные люди, но это надо действительно понимать, что это уникальная программа, и она работает для уникальных людей, и она на сегодня занимает порядка двух-трех лет. Мы, конечно, стараемся привести людей, особенно если они являются играющими, так сказать, атлетами, участвующими, активными, и они переезжают в Канаду, дальше уже их выбор, за какую страну, под каким флагом выступать. Дети культуры тоже играют очень большую роль в этой программе, потому что у нас есть номинанты на Оскар, и есть люди, которые едут со всего мира, очень много актеров, очень много деятелей кино, искусства разного направления. Не секрет, что Ванкувер является северным Голливудом, и здесь очень развито, и с нашими связями в киноиндустрии, они очень хорошо работают, когда мы помогаем людям остаться здесь, когда они снялись в одном сериале, в другом фильме, и это действительно интересно, потому что люди уникальны. Но не будем отходить от темы, стоимость бизнес-альтернатив тому, что мы можем предложить. На сегодня существуют региональные программы, и как бы эхом к тому, что говорила Ксения, будьте осторожны, будьте осторожны в том, что обещают, и то, что на самом деле происходит. На обещание, если человек просто, как говорят по-русски, в лоб заходит на государственные программы разных провинций, ну, то есть в Канаде, если вы знаете, провинции называются, то, что в Америке называется, штатами, регионами в России или в СНГ, конечно, можно найти программы, которые обещают, что при наличии минимального состояния активов в 600 тысяч долларов, минимальными инвестициями в 200 тысяч долларов, вы можете купить себе программу и пройти ее. Что на самом деле скрывается и не учитывается? На самом деле скрывается и не учитывается, например, стоимость проживания в Канаде в течение многих лет в ожидании статуса. И это не просто проживание, его нужно поддерживать, будучи с детьми, обучать их в школах, и это школы для иностранцев, не для канадцев и не для тех, кто находится, например, как наши клиенты находятся на статусе так называемого бизнес work permit, то есть это разрешение на нахождение в стране с правом работать в своем бизнесе, поднимать его. Это совершенно разные вещи. Ты живешь как иностранец, по сути дела. Расходы на адвокатов, бухгалтеров в течение многих лет тоже не учитываются, потому что никто не начинает с больших расходов, все заманивают на маленькие-маленькие деньги. Налоги на приобретение недвижимости – это как раз в линии того, что говорила Ксения, вообще тематика ILP как организации по недвижимости и по предложениям на рынке недвижимости. Особенно, когда речь идет о люксованной недвижимости и недвижимости VIP-класса, конечно, мы говорим с нашими клиентами, у нас есть лицензия, у нас есть специалисты, мы говорим с ними о том, что сначала лучше получить статус, а потом покупать, потому что это просто имеет смысл, финансовый смысл. Даже налог 20%, представьте себе, затраты на недвижимость в среднем, ну, условно говоря, давайте округленно возьмем миллион долларов. Простая эфметик показывает, что вы заплатите налоги государству порядка 20%, 200 тысяч. На многие программы от 200 тысяч и близко к этому вы можете получить статус здесь, и вы покупаете недвижимость, а миллион – это, может быть, даже начальные где-то стоимости на уровне Ванкувера, Торонто. То есть в реальности это все настолько имеет смысл, что когда я раскладываю математически все эти вопросы, все становится на свои места. Плюс, естественно, затраты, которые человек несет и которые он должен поддерживать на протяжении программы, пока он проходит период квалификации, они колоссальны. Это содержание персонала, которое входит в параметры развития бизнеса. Расходы на сам бизнес, операционные расходы, которые должны осуществляться, независимо от того, успешен ты или не успешен, ты должен показывать статус. И это опасность, которая выводит затраты на уровень, который людей шокирует. И многие теряют, я видел людей, которые попали на уловки так называемых агентов, посредников, будь то нечистоплотные риэлторы, к сожалению, финансовые консультанты существуют на рынке. Надо просто понимать, с кем ты имеешь дело. Естественно, человек, который отвечает за эту лицензию по предоставлению юридических услуг по иммиграции, естественно, знает, что стоит на кону. И давайте посмотрим на эту схему. Коммунитивная стоимость получения ПМЖ по альтернативным программам, то, что мы наблюдаем на рынке на сегодня, может измеряться до миллиона долларов за 2-3 года существования, причем без всякой гарантии, что ты в конце концов будешь выбран. Самая интересная деталь здесь, и это надо тоже учитывать, что каждый предоставлен сам себе. Это стоимость на одного участника. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!